Крым мы с тобой, весь Кузнец с тобой. Самые активные участники Кузнецкого митинга даже залезли на танк. Хорошо, что не боевое, а раритетное. И горячо заявляя о своём желании поддержать русскоязычных украинцев. Я пенсионерка, мне за 70, но я готов на танке проехать на Украину, чтобы победить фашизм и бандеровцев. На площадь перед молодёжным центром «Юность» вышли тысячи людей. У большинства из них на Украине друзья и родственники. Великая страна была, Советский Союз. И мы после военного училища все распределились в разные военные округа. Они попали на Украину, в Одесский, в Киевский военный округ, в Прикорпатский. Они так и остались, ребят, там служить. Отслужили свои и сейчас там живут. Ребята, мы за вас. Мы вас вовидно не дадим. Фашизм и бандеры – это одно и то же. Их объединяет то, что они очень жестоко обходятся с людьми. В Украине беда. Но, как сказано, мы своих не бросаем. И в случае необходимости Россия всегда придёт на помощь украинскому народу. Это вызов, брошенный всей России. Это не украинская ситуация. Это удар по России. Потому что Запад, наши недруги прозевали, как Россия поднялась после разрухи 90-х годов. Что она может позволить проводить Олимпиады. Что у ней самая сильная в мире на данный момент армия. Это не первая акция жителей Пензенской губернии в поддержку братского народа. На прошлой неделе митинг, который собрал около 7 тысяч человек, прошёл в областном центре.